снова здравствуйте всем кто просматривает наш канал это компания вам зап уже имеется второй случай с тем что есть заводской брак косяк не знаю как его правильно называть заводская проблема с коробкой проблема заводская которая выходит в очень дорогостоящий ремонт в будущем симптомы какие то есть вы ставите на драйве останавливаетесь на фоне и машина пытается ехать и вплоть до того что двигатель глохнет как только у вас появились эти симптомы значит вы уже можете смело готовиться к тому что вам предстоит очень дорогостоящий и довольно таки может быть и затяжной ремонт почему потому что на данный момент связи со всякими там ситуациями в стране довольно таки сложно запчастями на эту коробку но в принципе в принципе сегодняшнее видео о том что мы можем ее уже починить на данный момент у нас в принципе собран весь комплект нужны необходимый для ремонта перед вами на столе лежит коробка от hyundai santa fe 2 и 2 2019 года в принципе вы видите да она в разобранном полностью состоянии что с ней произошло стружки много совершенно совершенно поэтому первым делом проверяется насос то есть вскрываем насос мы видим что насос вышел уже из строя то есть он весь задран видно на задиры на свет отойду если хорошо провести пальцем то видно что они тут ну довольно таки серьезные задиры соответственно на алюминиевой части на ответной то же самое тоже пошли задиры ставить на такой насос на автомобиль нельзя далее что у нас еще пострадала при всем при этом то есть сгорел подшипник стоит отметить что ранее когда на старых коробках a6 lf здесь вот есть вы видите дырочка это дырочка это масляный канал вот пошли трубки они разбрасывают масло по подшипникам и соответственно раньше когда на старых коробках на этот масляный канал уплотнялся резиновым такой втулочкой резиновый пойдем покажу она вот здесь вот стояла то есть вставлялась втулочка и все то есть довольно таки было плотное соединение соответственно сейчас этой втулочки нету и соединение уже хуже и соответственно масло потеря идет соответственно подшипник уже сгорел но но это не самое страшное что произошло и это не то из-за чего коробка умерла коробка умерла и в основном из-за того что не доработали эти наверно даже тут они в доработки дело тут наверно больше в качестве производства в общем проблема в бублике или гидротрансформаторы то есть как правильно его назвать это не баблика гидротрансформатор стружка пошла в первую очередь отсюда вы видите вот здесь вот на внутренней части гидротрансформатора мы его отдали в ремонт нам сказали что он не ремонтно пригоден сейчас покажу почему здесь пошла стружка и то есть она в принципе то есть забила в первую очередь насос и все остальное то есть от нее пошло все вся проблема от нее пошла вот в чем проблема надо собрать чуть-чуть наоборот и когда будет понятно это турбина гидротрансформатора она состоит из нескольких частей вот одна часть вот вторая часть подшипнички между ними стоят ну чтобы это все крутилось вертелось создавало давление ведь она тут все крутится вертится здесь также еще пружины видите они тоже уже разбились они так не должны делать то есть видимо от сильных ударов то есть из-за того что был давление их уже разбила то есть поэтому он в принципе в основном и не подлежит уже ремонту проблема в том что здесь у нас на этой части турбина турбины стоят вот такие вот балансировочные грузики видите да и если хорошенько присмотреться вы видите здесь сварку а грузика нет то есть была точная сварка и он не прихватился здесь тоже самое была сварка он не прихватился то есть это уже два и где-то я еще видел и вот он 3 тоже была сварка и он не прихватился также видно что как здесь все драла видно да почему она не подлежит ремонту то есть сварка свалилась все разбила теперь если его крутнуть вот так то есть там есть конечно выемки такие специальные да то есть вот они видны их эти выемки для пружинок то есть ну то есть это заводская да но если его крутнуть видно что его повело то есть те части которые вот даже слышно он цепляется его повело и теперь эта деталь совершенно негодная во первых пружины такие отдельно вы их нигде не найдете во вторых ну может быть это все появится в ближайшем будущем но надо на данный момент ввиду того что коробка новая конструкция не тоже совершенно новое этого ничего нет здесь как вы видите тоже все разбило то есть все выработки и в стружке не знаю насколько массовый характер имеет данная проблема надеюсь что это из скажем так более исключение чем правило но у нас сервисе уже было три машины как я уже говорил это был кия карнивал с такой же коробкой а8 лф на переднем приводе и он был где-то у нас в январе-феврале месяца на тот момент мы даже просто не смогли найти бублик не восстановлены никто то есть соответственно вы видите восстановить его практически невозможно то есть может быть конечно кто-то уже научился но пока мы еще не выяснили как это делать но если он выяснил естественно мы вам все это расскажем и покажем новый купить было на тот момент также невозможно то есть его просто не было в россии вообще в данный момент чуть-чуть ситуация улучшилась сейчас они появились цена конечно там не сказать что прям хорошая ну как бы за 100 тысяч рублей более конкретно и конечно вам скажут наши ребята по запчастям если вы обратитесь на тех центр либо в наш магазин но сейчас хотя бы этого то есть ну можно уже как бы просто даже продемонстрировать вот он новый бублик он есть как вы видите абсолютно насчет масла под замену у нас идет в данном случае бублик давай не будем говорить бублик будем говорить гидротрансформатор это правильный бублик это народное название потому что он на бублик похож под замену у нас идет гидротрансформатор под замену у нас идет масляный насос также у нас под замену идут прокладочки сальнички пару подшипников это как раз вот те что я говорил что там тоже есть этот недостаток мы его исправим просто поставим какое-нибудь уплотнение либо на герметик посажен аэробно скорее всего да герметик будет лучше всего чтобы там ничего не изобретать хотя колечко было раньше то есть на шестилов были колечки резиновые и подшипники эти вообще никогда не страдали тут уже как бы видно что либо забыли технологии и установить эту резиночку либо просто решили что она там не нужно в общем так себе решение будем говорить откровенно масляный насос у нас идет в сборе тоже кстати это появилось теперь это крест в наличии радует то что хотя бы ситуация запчастями потихонечку исправляется красивый новый насос сейчас я это все буду вычищать перемывать и советую когда вы ставите новый масляный насос обязательно сюда залить чуть-чуть маслечка этом прям чикс и в сам гидротрансформатор тоже почему потому что чтобы он смог забирать масло из фильтра если не сделаете этого он будет крутить сухую а масло забирать не будет вот так вот выглядят резиновые втулочки про которые я говорил раньше вот здесь вот еще одна сейчас они оставили только вот здесь если вы обратите внимание то есть не думайте что там ее кто-то потерял и где что-то еще здесь прям проточена видно хорошо да вот видно про . видите идет заводская шлифованная вставляешь и она плотненько прилегает здесь металл не обработаны то есть они ее не предусмотрели с завода здесь видно да он металл не обработаны вообще ничем то есть просто литье соответственно они рассчитывают не только лишь на то что вот эта поверхность прилегает к ответной части колокола гидроблок мы отмыли от рисовали видите все как выглядит прекрасно красиво аккуратнее если вдруг кто-то не дай бог полезет в эту коробку самостоятельно но смотрите вот эти вот вещи шлейф и очень там датчики это все стоит очень дорого и она она все очень хрупкое поэтому если никогда этого не делали самостоятельно лучше не лезть обратиться специалисты хотелось еще показать вам что решили корейцы с маховиком делать не знаю конечно зачем сколько они тут грамм сняли с него но слабее я думаю стал гораздо ну что ребят как вы видите коробку мы уже установили сейчас что он сейчас надо запустить и проверить очень интересно что произойдет машина завелась уже хорошо теперь самое интересное конечно по хорошему надо прогреть потом все остальное но нам же интересно что она будет ехать не будет мы же ее тут только собрали как бы воскресили из мертвых обратите внимание я включил драйв включил драйв и держу ногу на тормозе и и не трясет я не колбасит она не глохнет до этого автомобиль при включении драйва просто глох то есть стоишь и он глох посмотрим колеса что там вроде крутятся до окно теперь надо попробовать разогнать и посмотрите она переключает передачи теперь в ручном режиме это еще нужно не только для того чтобы проверить все да то есть мы еще должны прокачать везде масло поэтому мы сейчас проверяем на каждой передаче тут кстати можно перевести механический режим вот на приборной панели видно и переключать и переключать передачи то есть прям вручную сейчас у нас 8 я сейчас скидываю 7 6 5 как видите принципе все передачи работают кстати мягко переключается это вот не может не радовать далее сейчас я прогрею автомобиль мы сольем лишнее масло так как здесь уровень масла выставляется по заливной пробочки вот сольем лишнее масло когда автомобиль нагреется и нужно будет обязательно сбросить адаптации потому что коробка перебиралась практически мне практически она перебиралась полностью разбиралась до каждого винтика соответственно адаптации нужно обнулить чтобы она заново сама обучилась чтобы она плавно переключалась и плавно хорошо ездила чтобы прописанные до этого с полумертвым гидротрансформатором адаптации не портили нам свежесобранную коробку мы в принципе на этом все ребят на я с вами прощаюсь спасибо что смотрите наш канал спасибо что приезжаете к нам ремонтировать свои автомобили доверяйте нам и и ожидаем вас в нашем тех-центре надеюсь только на тех обслуживание обслуживание Субтитры создавал DimaTorzok